здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем стильную популярную шапочку в этом сезоне с бусинами пряжа у меня два матка вот такой вот почему акрил девчонки я живу в чехии потому что я предвижу предвижу вопросы о том боже шапка и закрыла у нас всю зиму нулевая температура иногда бывает минус 1 5 и и не более поэтому я прошлом году шапку не одела ни разу поэтому поэтому акрил вот вы же берете то что вам подходит по вашему климат 50 граммах 133 метра это 266 метров 100 граммах у меня 100 грамм пряжи я думаю вам 100 грамм вполне хватит любой если тонкую ведь берете мохер ангору вы ее смотаете но и тем не менее и все-таки я буду рассказывать как не привязываясь к пряжи поэтому я думаю на любую пряжу вы приспособите этот способ эту шапку и так вот я связала образец а спицы у меня 3 миллиметра вот я связала образец и по образцу меня получается 24 петли в 10 сантиметрах я буду набирать петли на 50 сантиметров потому что эта резинка она достаточно тянется шапку объемная я не хочу поэтому вот учитывая то что шапка должна плотно сидеть я рассчитываю на 50 голова у меня пятьдесят шесть где-то пятьдесят семь сантиметров вот поэтому ящик буду расчет вести на 50 сантиметров это сто двадцать петель при вот этой вот плотности вязания вот набираю петли опять же под видео есть ссылка на вот этот вот способ набора петель я сейчас расскажу с этой нитки начну и так что важно девчонки важно число петель должно быть кратно 8 учитывая тут узор и я набираю петель чтобы рассказать что еще вот такую вот сборная солянка всех возможных и невозможных бусин у меня и так девчонки я набрала 128 бетель я один рапорт добавила почему-то я решила так не знаю побоялась наверное значит первый ряд я вижу резинкой как бы обычная пока потом замкнем в круг резинкой 2 на 2 при этом первую петлю снимаем потому что у нас резинка должна вписаться вот эти вот двоечки которые образовались при наборе и вот я вижу резинку 2 на 2 это до половины потому что и потом отделю а 8 петель но вот этот отворот который будет с бусинами чтобы вот этот стык у нас пришелся на затылок где-то приблизительная в половине здесь вот я отделяю провязывая просто 10 петель изнаночными 2 3 4 5 6 7 8 9 10 вот почему изнаночными потому что у нас будет отворот и на лицевой стороне будет как бы лицевая гладь далее снова идем резинкой вяжем до конца ряда так и последнюю петлю вот смотрите у нас две лицевые и последняя изнаночная а первая у нас там будет тоже изнаночной под поэтому мы с вами совместим узор сейчас мы перейдем на круговое вязание и будем вязать круговую при этом не за не теряем можете обозначить вот эти вот 10 петель лицевой глади обозначите пожалуйста маркерами чтобы не потерять их мы вяжем лицевыми петлями и так вот смотрите последняя изнаночная и первая отсюда изнаночная потом чуть-чуть провяжем и оформим вот этот вот стык чтобы его не было видно а сейчас продолжаем вязать резинкой и полосу из 10 петель лицевых изнаночных от мои хорошие провязала я 30 рядов вот видите вот эта полоса которая у нас при отвороте будет как бы лицевая гладь значит 30 рядов я провязала сейчас я вам скажу сколько это в сантиметрах это 9 сантиметров возможно даже и еще сантиметрик можно было бы провязать вот где-то такой вот смотрите визуально девчонки какой отворот вы хотите нормально думаете вот так вот будет 7 сантиметров отворот если наверно нормально вот сейчас я перехожу на основной узор основной узор у нас по видео в описании там узор у нас из шести петель между ними две петли изнаночной вязки вернее не изнаночной а платочной в оригинальной но здесь мы их будем вязать изнаночными между этими косами потому что нам здесь не нужно как бы плоское полотно платочная вязка для того чтобы полотно было ровненьким вот видите 6 лицевых по бокам по 2 изнаночные при снова 6 лицевых это как раз падает на две лицевые между ними изнаночные и 2 изнаночные вот так по кругу и далее вяжу этим узором который у нас под видео в описании который нужно изучали вот так вот выглядит наш узор и теперь сколько же нам нужно вязать тут тоже вы должны понимать сколько вы хотите вот сейчас у меня 27 сантиметров общей длины я делаю отворот так как я собираюсь носить вот сколько сейчас я вам скажу сколько у меня вы же отворачиваете свою величину 7 сантиметров значит высоту у меня 27 и вот чтобы получить такую макушку как у меня вы одеваете шапку на голову свою и вот смотрите приблизительно мы как бы финише ну чтобы у нас была такая макушка как бы стоящая вот если стянуть да то уже как бы почти ну да не почти а готова шапка но нам нужен немножечко нужно здесь буратинка такая скажем вот значит вот в таком почти готовом состоянии мы начинаем делать сокращение вот как же я буду делать сокращение значит несколько этапов для начала я сокращу вот сейчас я нахожусь как бы перед вот этим вот узором последний ряд я провязываю и в последнем ряду перед перебросами я вот так вот сокращу одну изнаночную петлю то есть 2 изнаночные между этими косичками я провяжу по 2 вместе таким вот образом и потом еще провяжу 3 ряда то есть следующих как бы переброс ряд между ними переброс то есть сокращу сейчас вот эти по одной петле потом еще три ряда провяжу так смотрите провязала я все-таки четыре еще один ряд после вот этих последних перебросов чтобы было красивее вот и теперь будем делать вот такое вот сокращение значит вот это коса у нас которой 6 петель вначале я провязываю две петли вместе две петли посредине просто провязываю лицевой и здесь две петли вместе в конце я конечно вот так вот повернуть желательно петли то что круговом вязание они развернуты понятно как так так вот по кругу во всех косах я вот так вот сокращу и еще провяжу рядов так 4 ряда я провязала после последних убавлений теперь я снова убираю еще в общем здесь у меня в каждой как бы по 4 я теперь делаю провязываю снова 2 2 2 тут уже между ними ничего не будет вот таким вот образом и по кругу все вот эти петелечки я сокращу вдвое вернее все вот эти косички я доведу до 2 так следующий этап я провязала еще четыре ряда после сокращения теперь я провяжу по 2 вот эти лицевые которые здесь у меня да вместе у меня по сути останется резинка один на один все петелечки которые у нас здесь по 2 мы провяжем сделаем из них одну окно вот смотрите сколько петелек у меня осталось теперь последний ряд у меня сделала эти сокращения еще один ряд провязала после них здесь уже в последнем ряду я просто провяжу по 2 вместе так эту петлю перенесу туда здесь вот лицевая с изнаночной и здесь вот не затягивая оставим я оставляю такие свободные петельки чтобы удобнее было потом все это дело стянуть тоже самое так ниточку обрезаю и продеваю иглу и далее на эту нить собираю все петли которые остались на иглу соответственно здесь вот маленькую так и оставляю для того чтобы связать так теперь продеваю это все дела на изнаночную сторону все макушка наша готова вот она дети какая теперь проденем вот эту ниточку и останется нам только вышивка бизером так я сейчас все вам расскажу вот так вот эту нить набора не вот так вот и и намаскирую то есть тяну вот это место стыка чтобы не видно было его и протяну нить туда поглубже в отворот чтобы она не вздумала там торчать есть теперь берем наши бусины и меряем отворот так как мы будем носить вот чтобы у нас уже он то что бусины у нас будут до вот этого сгиба и заполняем вот вот этот кусочек где у нас лицевой гладью сна я сначала встречу несколько вот так вот хаотично больших бусин да потом то есть вы можете варьировать по своему усмотрению исходя из тех бусин которые есть вот я сейчас причем большие потом белая как бы маленькие и потом сделаю вкрапления вот этих у меня есть такие серенькие и еще у меня пару штук красный возможно еще потом добавлю красненький ну в общем все будет хаотично еще хочу вот одну косу прям до верху тоже в нее вшить по одной большой бусин и вокруг белые с разноцветом возможно только белые сейчас пока не знаю вот я по ходу буду смотреть как мне будет нравится так и так девчонки вот смотрите я сделала таким вот образом сразу хочу сказать я вам сейчас постепенно процесс будут фотографиях изображать я исходила из того что у меня есть вот я вам показывала вначале там были красненькие и серенькие в итоге у меня вышло так что мне хватило беленьких и я считаю что разбавляйте это дело не буду вот такие вот я сделала по каждой как бы в каждом жгутике полосу а здесь сделала просто дала несколько больших и закрыла просто просто пространство этими маленькими бусинами вот и все вот вот такая вот шапка у меня сегодня девчонки вяжите если вам понравилось если не понравился если не понравилось то не понравилось это ж такое вкусы разные вот еще к ней будет снуд и снуд мы подожжем мехом это в ближайшие дни девчонки ну а на сегодня все с вами была Вика из школы рукоделия всем пока 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 пока